Жители Славянска и других населенных пунктов, в которых украинские власти проводят карательную операцию, продолжают покидать свои дома. Только в Крым, по разным данным, прибыли от 5 до 6 тысяч человек. Власти республики размещают их в санаториях и пансионатах, а обычные крымчане каждый день приносят все необходимое. Продукты, одежду, медикаменты. Те, кому удалось спастись от боевых действий, больше не строят планов. В их домах нет воды, электричества, не работает телефонная связь, а многие и вовсе остались без крыши над головой. Невозможно было там находиться, и ребенок не спал ночами, гулять невозможно. Садики разбомбили, естественно. Вот у нас на Артема и школы тоже, и дом по бульварной 4. Вот мы находимся, как раз буквально перед отъездом, разбомбили наш дом. Попал снаряд, вот здесь нас приняли. Над нашим домом летали снаряды. Нас не попали, а вот как раз они летели в микрорайон Артема. Куда-то, над нами прям страшно. Никто не верит, что так бывает. В основном в Крым приехали женщины, дети, пожилые люди. На Украине практически у всех оставить мужья и сыновья, чтобы защищать свои дома. Редактор субтитров А.Семкин.